В преддверии Нового года Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова запускает онлайн акцию «Сказки и доброты. Новогодние истории» и предлагает прислушать замечательную историю с Юзом Вайцеховским «Рождественское чудо мистера Туми». Это история о том, как с помощью заботы, душевного тепла, детской непосредственности и женской кростости одно разбитое сердце нашло надежду на счастье. Туми. Вот так звали этого человека. Мистер Джонатан Туми. Но деревенские дети прозвали его мистер Угрюми. Дразнится, конечно, нехорошо, но если по правде, то прозвище это для него самое подходящее. Просто в самую точку. На Угрюмом лице мистера Туми никогда не появлялось подобие улыбки. А уж смеха его никто подавно не слышал. Только и знал он, что уныло ворчать, сердито бурчать, недовольно брюзжать, дабы угнить что-то неясное себе под нос. Вечно его что-нибудь раздражало. То колокола без конца трезвонит, покоя не дают. То птицы назойливо щебечут. То дети шумят, да таряторят без умолку. Мистер Туми занимался резьбой по дереву и слыл лучшим резчиком во всей округе. Целыми днями просиживал на верстака, вырезая затейливые фигуры из сосновых поленцев, ореховых брусочков, каштановых болванок. А поужинав, усаживал суками на настуле с высокой прямой спинкой. Раскуривал трубочку и не отрываясь смотрел на трепещущие языки пламени. Джон Тун Туми был вовсе не стар, но, встретив его на улице, вы наверняка бы подумали, что столкнулись со стариком. Подел он тяжело, шаркая ногами и угрюмо глядя под ноги. Голова он никогда не поднимал, иначе бы увидели его удивительные ясные, цвета августовского неба глаза. А все лицо и самый глаз заросло лохматой, клокастой бородой, в которой застряли древесные стружки и остатки его скудного завтрака. Крошки хлеба до кусочки вареной картошки. Никто в деревне и не догадывался, отчего мистер Туми такой мрачный и нелюдимый ворчун. С чего это он вечно горбился, сутулился и доклонил его к земле невидимый и посильный груз. На самом деле, несколько лет тому назад, когда Джонатан Туми был молод и полон жизнью, случилась беда. Его жена и крохотный сын сильно заболели. В те времена врачи были не такие умелы, да и хороших лекарств у них было поменьше, чем сейчас. И через три дня любимая жена и младенья согласны. Остался Джонатан Туми один-одинешенек во всем белом свете. Сильно горевало, да ничего не поделаешь. Уложил свои немудреные пожитки вкрытый фургон и ехал, куда глаза глядя, до тех пор, пока в глазах этих не высохли горькие слезы. Остановился он в первой попавшейся деревне, обосновался в низеньком домике, стоявшем на отшибе. Продолжал делать то, чем занимался и прежде, резьбой по дереву. И вот однажды, а было это в самом начале декабря, в дверь мистера Туми постучали. С обычным своим ворчанием он двинулся к двери. На пороге стояли женщины и маленький мальчик. «Я вдова Макдауэл», – робко проговорила женщина. «А это мой сын Томас. Мы недавно поселились здесь». «Мне уже семь лет, и я умею свистеть», – похвастался Томас. «Стоя занять, чурочки-печурочки», – буркнул Джонатан. «Вы ведь резчик», – спросила женщина. «Вот и я хочу попросить вас вырезать кое-что для нас». И она поведала о том, что с самого детства был у нее набор деревянных рождественских фигурок, которые вырезал еще ее дедушка. «А с приездом эти фигуры затерялись», – объяснила вдова. «А что там были за фигурки?» «Овечка», – начала припоминать вдова. «Две овечки, пудрявенькие», – поправил Томас. «Верно, две», – согласилась женщина. «И еще корова, ангел, Мария и Иосиф, воденец и Иисус». «И три волхва», – добавил Томас. «Так вы возьметесь за работу?» – неуверенно спросила вдова Макданова. «Попробую», – мурово бросил Томи. «Ой, я так буду вам благодарна», – обрадовалась женщина. «Вогда они будут готовы?» «Когда будут, тогда и будут», – ответил этот брюзгак. «Но нам они нужны к Рождеству. Кое же Рождество без них?» «Подумаешь, куколки-чурочки-печурочки, Рождество без них придет», – облубнил Джонатан и захлопнул дверь. На следующее утро дверь резчика снова постучали. Недовольная фырка, он зашаркал к двери. На пороге стояла вдова Макданова Томаса. «Простите меня», – смущенно пролепетала женщина. «Но Томас просто умолял пойти к вам и посмотреть, как вы работаете». «Он говорит, что когда вырастет, сам станет резчиком по дереву. Я буду сидеть тихо-тихо, хоть и меня и нет. Пожалуйста, ну пожалуйста», – протянул Томас. Мистер Томи пробурчал, что я себе в бороду, и посторонился, пропуская их в дом. «Только сидеть молочком, не молоть языком». Приказал он Томасу, указывая на низенький табурет рядом с верстаком. Вдова с благодарной улыбкой протянула резчику, завернутой в чистую тряпицу, коровая теплого кукурузного хлеба. Вынула из сумки вязание и опустилась стоявшая по воде старое-старое кресло-качалку. «Не туда, здесь и здесь не позволено», – вдруг рявкнул Джонаду. Миттуф на нее гневный взгляд. Вдова испуганно вскочила и пересела на указанный ей стул с высокой спинкой. Томас сидел, не шелухнувшись. Он молчал, молчал, терпел, терпел, а потом глубоко вздохнул и пискнул застоявшимся голоском. «Мистер Туми, можно спросить?» Резчик взглянул на Томаса из-под лобля, пожал плечами и хмыкнул. Мальчик решил, что это хмыка не означает «да». Я смелев продолжал. «Вы вырезаете овечку?» Резчик сердито свел брови и что-то неразборчиво буркнул. Снова царило молчание. Томас подождал немного и прошептал. «Мистер Туми, а овечка у вас неправильная?» Спицы вдовы Магдалу, до того мерно щелкавшие, резко клацнули и замер. Нож застыл в руке Джонатана Туми, а Томас уже не мог остановиться. «Ваша овца, конечно, красивенькая, но моя овечка была еще и счастливой». «Овца, она и есть овца, чурочки-печурочки», – выркнул мистер Туми. «Не могут овцы выглядеть ни счастливыми, ни несчастными». «А мои могли», – прямо твердил Томас. «Они ведь были рядом с младенцем Иисусом, а это для них такое счастье!» Ничего не ответил резчик, а когда настал вечер и церковный колубок пробил шесть раз, мистер Туми пробубнил, что вот мол, покоя нет от этого трезвона, положил в сторону работу. Два Магдалу спрятала вязание и встала. Томас облегченно распрямил затекшие ноги. Они поблагодарили хозяина и ушли. А резчик снова сел к верстаку и взял в руки деревянную овечку и нож. Стружка велась и падала к его ногам, а он работал и работал, пока глаза его не начали слепаться. Прошло несколько дней. Дверь мистера Туми тихо постучала. С мухим ворчанием он пошел на стук. Перед ним стояла вдова Магдалула с сыном. «Можно мне еще хоть чуточку посмотреть?» – попросил Томас. «Языком молод не буду», – обещал он. Не дожидаясь ответа, мальчик проворно швынул табуретки и замер, сжавшись ко мне. А его мать поставила на стол корзину со свежеиспеченными сладкими булочками с изюмом. Чайник горячий бросил, не гляня на нее, Джонатан. И лохматая голова его склонилась над работой. Резчик строгал. Мальчик, не моргая, следил за его ладной работой. А вдова Магдалула, слегка погромыхивая посудой, разливала чай и раскладывала по тарелкам теплые булочки. Она слегка тронула за плечо ушедшего в работу Джонатана и поставила перед ним чай и булочку. Он будто ничего не заметил, но вскоре чашка и тарелка были пусты. Томас набил полный рот с добной булочкой и пытался беззвучно проглотить сладкое клейкое месе. Но разве можно в семь лет сжевать вкусную булочку с изюмом не чавка и не причмокивая от удовольствия? Наконец, Томас прикончил булочку и снова затих. Один раз он, правда, едва не икнул, но крепко сжал губы, задержал дыхание и так надул щеки, что чуть не лопнул. В другой раз он, забывшись, стал покачивать ногой. Но под строгим взглядом резчика тут же замер. А нога так и застыла в воздухе, будто деревянная. Молчание длилось очень долго. Томас не выдержал. «Мистер Туми», – кратчего ночевого, – «можно вас спросить?» Светом было глухое ворчание. «Вы вырезаете корову?» – допытался мальчик. Молчаливый кивок. «Коровка красивая, очень красивая», – Томас судорожно глупнул. «Только она...» «Вы, мистер Туми, не сердитесь. Она неправильная. Моя была гордой». «Чепуха, чурочки-печурочки», – насупился резчик. «Какая еще гордость. Корова есть корова». «А вот моя корова была гордой. Она знала, что в ее хлеве родился Иисус. «Разве этим не стоит гордиться?» Ответа Томас так и не дождался. Он промолчал до самого вечера. Только поскрипывал от дерева нож-рещик. Пощелкивали спицы вдовы, и слышалось сдержанное сыпение мальчика. Когда на церковной колокольне пробило шесть часов, мистер Туми разогнулся и проворчал в бороду что-то о надоедливом звоне-перезвоне. Давай Макдауэлл собрала свое вязание и сказала, что им пора домой. Только теперь Томас вспомнил о своей торчащей, как деревяшке, ноге. Он подвигал ею и, прихрамывая, поспешил за матерью. При этом он не забыл сказать хозяину спасибо за то, что тот позволил ему посидеть рядом и посмотреть на его работу. Орещик, поужинав вареную картошкой и сладкими булочками, снова уселся к верстаку. Повертевшую, как деревянную коровку, прищурившись и поводя бровями, он решительно взял нож. Работал рещик до тех пор, пока глаза его не начали слепаться, а веки совсем отяжелели. Спустя несколько дней дверь рещика постучали. Он расправил бороду, пригладил волосы и пошел на стук. В дверях стояла вдова с сыном. Он молча впустил их. И пока женщина ставила на огонь чайник и выкладывала только что испеченное медовое печенье, Томас не отрываясь смотрел, как мистер Туми вырезает фигурку ангела. — Мистер Туми, это ангел? — помолча спросил он. — Да, неужто и он неправильный? — Ну, мой ангел... Томас шутно втянул воздух. Он самый важный был ангелом, ведь Бог послалил к младенцу Иисусу. — А как выглядит самый важный ангел? — поинтересовался Джонатан. — Будь то вы не знаете, — недоверчиво хихикнул Томас. — Вы же самый лучший резчик на свете. — Ничего не ответил Джонатан. — Мистер Туми, а можно еще спросить? — снова заговорил Томас. — А молчать ты умеешь? — нахмурился резчик. — Не-е-е, — протянул Томас. — Мама говорит, что этой добродетели не следует поучиться у вас. — Щеки мистера Туми порозовели от неожиданного смущения. А вдова Макдаула стала багров, как шарф, который она вязала. — Ладно, спрашивай, — проговорил Джонатан, пряча глаза под густыми бровями. — Научите меня вырезать из дерева, — выпалил Томас. Грещик искосо взглянул на Томас. — Придвигайся, будешь вырезать птицу, — неожиданно буркнул он. — Щегла с красной грудкой? — обрадовался мальчик. — Я так и знал. — Угольком на обрывке коричневой бумаги Джонатан Туми быстро нарисовал летящую птицу. Протянув Томасу небольшой пахнущий смолый брусок и маленький ножик, он показал, как нужно срезать и сглаживать углы дерева, чтобы проявилось тело птички. Мальчик, склонив голову и высунув язык, старательно повторял движение резчика. Когда прозвучал шестой удар церковного колокола, резчик даже не сдвинулся с места. Он держал руку Томаса в своей огромной лапище, направляя нож вдоль изогнутого крыла деревянной птички. Дова Макдауэлл тихо напомнил, что им пора уходить. Томас стряхнул с рубашки мелкие стружки, а потом смело протянул руку и смахнул две стружки-завитушки, застрявшие в бороде Джонатана Туми. «Спасибо, мистер Туми, за то, что научили меня вырезать», – сказал он уходяк. Орезчик, по ужину вареной картошкой, закусил медовым печеньем и снова сел к верстаку. Он задумчиво водил углом по листу толстой коричневой бумаги и соя фигурки ангела. Потом взял в руки нож и принялся за работу. Он резал и резал, пока не почувствовал, что перед глазами плывут круги, а веки смыкают от усталости. Миновало еще несколько дней. Вещик оторвал от работы негромкий стук. Он поспешил в двери. Перед ним стояла вдова Макдауэлл, прижимавшая к груди охапку сосновых веток с вкрапленными в них ростками астролиста, усеянного красными ягодами. Томас гордо протягивал Джонатана грубо выстыганную птичку. Мистер Туми тут же усадил Томаса рядом с собой. Пока они упоенно строгали резами, полировали крохотную птичку, миссис Макдауэлл таскала в ящики буфета красивую скатерть, вышитую ландышами и маргаритками, постелила ее на стол и в центре поставила кувшин с остро пахнущими сосновыми ветками. «Теперь возьмемся за волхвов Иосифа», – толковал между тем резчик. «Может, прежде чем я примусь за них, ты расскажешь, какими их нужно сделать?» – обратился он к Томасу. «Ладно», – солидно промолвил мальчик. «Мои волхвы были одеты богато и празднично, потому что они шли не к кому-нибудь, а к Иисусу». А Иосиф склонился на блуденцем Христом, будто оберегал его, он был суровым, но несердитым. Только когда прозвонил церковный колокол, мистер Томи оторвался от работы. Тут он и заметил кувшин и скатерть на столе. Я нашла ее в ящике и подумала, как это будет красиво, – пролепетала вдова, испугодно улыбаясь. «Никогда ничего тут не трогайте», – оборвал ее резчик. И два гостя ушли, он быстро убрал скатерть. Поужинать Джонатан снова взялся за работу. Вырезал фигурки Иосифа и волхвов, пока веки его не начали смыкаться. Прошло еще несколько дней, и Джонатан услышал привычный стук в дверь. Он стряхнул сварь стукой опилки из кружки и поспешил к двери. Перед ним стояло вдова Магдалла и Томаса. С самого вечера мальчик, не отрываясь, смотрел за работу резчика. А перед его уходом Джонатан сказал, «Завтра я примусь за фигурки Марии и младенца. Ты помнишь, какими были твои?» «О, они были особенными», – оживился мальчик. Иисус улыбался и тянул ручки к маме. Мария сильно-сильно его любила. Это было сразу видно. «Завтра Рождество. Вы успеете все сделать?» – спросила вдова Магдалла, кротко глядя на Джонатана. «Когда сделаю, тогда и сделаю», – буркнул резчик. «Я понимаю. Извините», – зарделась вдова, протягивая ему два свертка. «Веселого Рождества!» Джонатан спрятал руки за спиной. «Какие еще подарки? Не надо!» – отстранился он. «Не какие-то, а рождественские!» Вдова положила свертки на стол и ушла. Джонатан подошел к столу. Медленно, ствернужно, развернул первый сверток. Там лежал красный вязаный шар. Толстый, теплый и мягкий. Он обмотал его вокруг шеи. В другом свертке оказалась деревянная птичка. Неумело вырезанные сосновой чурочки в щегол. Мгновенная улыбка мелькнул в устав Джонатан. Он провел огрубевшими пальцами по корявому изгибу крыла, стел рукавом пыль с каминной полки и поставил птичку так, чтобы видеть ее на своем месте. В этот вечер резчик забыл и про ужин. Он без устали рисовал фигурки Марии Иисуса. Вот он набросал Марию, но поморщившись, комкал рисунок и швырнул его на пол. Следом полетел и бумажный комок с рисунком младенца. Раз за разом он чиркал угольком по бумаге и комкал рисунок. Вскоре у его ног выросла горка смятых бумажек. Он взял в руки деревянный брусок и попытался начать резать сразу. Но на этот раз нож не слушался его. То срывался, то скользил по поверхности, а то грызался в податливое дерево. И вместо тонкой, мягко струйшейся стружки от бруска откалывались неровные шепки. Джонатан в сердцах швырнул скромно в деревяшку в камин и застыл, надолго глядя на пляшущие языки пламени. Колокольный звон, возвещавший начало полудня ночи к рождественской службе, заставил его очнуться. Джонатан встал, медленно выдвинул тот самый ящик буфета, который строго-настрого запретил трогать вдове. Он достал скатерть, вышитую ландышами и маргаритками, вынул потертую шерстяную шаль и кружевной платочек. Он вытянул крошечное белое одеяльце, пару маленьких носочков. Все эти вещи он аккуратно разложил на полу. Потом из нижнего ящика он извлек красиво вырезанную из каштана темно-коричневую рамку. Под стеклом в рамке оказался набросок углем молодой женщины, сидящей в кресле-качалке с ребенком на руках. Ручонки младенца тянулись к склоненному лицу матери. Женщина с улыбкой смотрела на ребенка. Джонатан грузно опустился в кресло-качалку, прижав рисунок груди. Он качался и качался, а из приоткрытых глаз его скатились и пропали в густой бороде две слезинки. Он не помнил, сколько времени прошло, но когда поставив рисунок в каштановой рамке на верстак, он принялся за работу. Пальцы его сами с собой двигались проворно и уверенно. Он резал всю ночь. Идя в дом, он раскрыл коробку. На пахнущих смолой стружках лежали деревянные фигурки. Джонатан вынул двух кудрявых овечек, конечно же, счастливых, потому что они были рядом с Иисусом. Следом появилась гордая корова и важный ангел, распростерший свои крылья над широкими складками свободного одеяния. Бережно, одного за другим, оставил резчик рядом трех волхов и богатых, отороченных мехом одеждах. Потом показались Марии бородатый Иосиф. Он заботливо склонился над Марией, а юная женщина, закутанная в грубую вязаную шаль, с любовью глядела на своего драгоценного сыночка. Иисус улыбался и доверчивая ценную врученку к лицу матери. В церковь на рождественскую службу Джонатан Тумишел вместе с празднично одетой вдовой Магдалу и Томасом. Деревенские дети с удивлением разглядывали Джонатана, шагавшего с высоко поднятой головой. Впервые они видели его ясно, как августовское небо. В глазах и слышали смех этого прежде хмурого человека. Больше никто не называл его мистером Угрюми. Дорогие читатели, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом! В муниципальных библиотеках города Архангельска вы сможете найти и другие интересные истории для чтения в новогодние каникулы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова